Свою рабочую поездку в Водогихабльский район глава Карачаева Черкесии начал с осмотра недавно отремонтированной дамбы на реке Малозеленчук. Решение о ее ремонте Рашид Тимрезов принял после обращения от местных жителей, уставших вести неравный бой со стихией. Теперь же дамба протяженностью почти 2,5 километра надежно защитит от большой воды почти 500 человек, их домовладений, приусадебные участки, которые вместе с объектами инфраструктуры населенного пункта занимают территорию более 50 гектаров. Впервые за долгие годы жители этого района Адыгихабля весну встретились со спокойной душой. Если раньше каждое весеннее половодие грозило подкоплением домов и потерей имущества, то с окончанием строительства этой дамбы такая опасность миновала. Осмотрев объект, Рашид Тимрезов дал поручение сделать пешеходную набережную вдоль дамбы. С широким тротуаром, ограждениями с двух сторон, хорошим освещением. Также здесь появятся лавочки и клумбы. К работам приступят уже этим летом. Далее Рашид Тимрезов посетил физкультурно-здоровительный комплекс в Адыгихабле. Этот фок, открытый два года назад, быстро стал местом притяжения всех любителей спорта. Сейчас в различных секциях тут занимаются свыше 250 детишек. Рашид Тимрезов посмотрел тренировку борцов-вольников, поговорил с тренером и пожелал детям успехов на спортивном поприще. А уже в здании районной администрации глава Карачаева Черкесии провел традиционный прием граждан. Обращались к нему в основном люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. Так Альфу Сардокова попросила приобрести для сына инвалидную коляску. Мама четверых детей Евгения Арзалеева попросила помочь с операцией для сына инвалида. А Масера Турчукова, многодетная мама, чей сын служит в зоне СВО, просил о приобретении строительных материалов для пристройки к дому. Я очень довольна, просила совсем, можно сказать, чуть-чуть, но они мне сказали, что сделают все под ноль, чтобы я не стеснялась, что все хорошо будет. Еще одна мама участника СВО Марина Агачева рассказала Рашиду Тимрезову, что ее дочка мечтает побывать на море. В итоге девочка уже скоро отправится в лагерь «Орленок». Еще несколько местных жителей пришли на прием к главе республики от имени своих односельчан. Альбина Конкошева просила установить в Арсаконе детскую площадку. Решить этот вопрос Рашид Тимрезов поручил районным властям. Поставьте ее 10 дней, спокойно делается, только чтобы она была прорезиненная, с лавочками еще для родителей, чтобы вот так по уму ее сделать, освещение, чтобы было. Потому что в сентябрь, октябрь теплый еще, кто-то там темнеет рано. Освещение, чтобы было. И, Жень, подскажите, где мы берем нормальные, сертифицированные, по всем стандартам подходящие. Самое главное, по безопасности. И все. В течение 10-2 недель ее сделать. И как раз и каникулы дети будут там проводить. А жители аула Абазахабль просили Мариану Петову передать главе региона просьбу о газификации спортивного зала. Этот зал у нас функционирует два года. И я скажу вам, что он функционирует очень активно. Потому что у нас тренер вовлекает детей, привлекает к здоровому образу жизни. Дети с удовольствием ходят. И он, ну, действительно, он необходим. Дети занимают у нас призовые места, не только в республике. У меня вопрос был о газификации спортивного зала. И, ну, ответом на данный вопрос я довольна. Нам обещали в самые кратчайшие сроки удовлетворить нашу просьбу. Остался доволен встречей и Идар Карданов из Арсакона. Юноша хочет стать стоматологом и перед поступлением в ВУЗ хотел улучшить свои знания по профильным дисциплинам. У Рашида Темрезова Идар хотел узнать, есть ли в Карачаево-Черкесии подходящий центр дополнительного образования. В результате будущий медик получил направление в центр «Спутник», где сможет бесплатно углубленно изучать необходимые для поступления науки. Всего на прием к главе республики записались 8 жителей Дагихабльского района. По итогу все их вопросы будут решены. Исполнение этого Рашид Темрезов взял под личный контроль. Причем большая часть вопросов будет решена уже в ближайшие дни. Эрнест Чуков, Далиль Мирза, Архиз, 24.